Чао, ты смотришь итальянский Селинный, это 55-й урок, лицо на номеру Чинку, Анта Чинку. Как ты помнишь, функцию будущего времени в итальянском языке часто выполняет настоящий, презент. Но в языке есть и будущее время, и даже не одно. Сегодняшний урок посвящен простому будущему времени, футуро-семпличи. Формы этого времени образуются не от привычной основы, а от более длинной. От инфинитива отсекается только последняя буква. Кантар, прендер, партир. Причем у глаголов на аре гласное а меняется на э. Кантер. У глаголов на эре-ире ничего подобного не происходит. И вот к таким основам глаголов всех трех групп добавляем одни и те же окончания. И получаем. Кантеро, кантерай, кантера, кантерему, кантерете, кантеранно. Прендеро, прендерай, прендера, прендерему, прендерете, прендеранно. Партиро, партирай, партира, партирему, партирете, партиранно. Таким образом, мы образовали футуру сэмпличи от глаголов «кантары», «прендеры», «портиры». Это правильные глаголы, они правильно ведут себя, образуя форму футуру сэмпличи. У глаголов, заканчивающихся на «каре» и «гаре», появляется «акка». Ну, так как буква «а» меняется на «е», но надо сохранить звучание согласных «к» и «г». У глаголов на «чаре» и «джаре» наоборот выпадает буква. Это буква «и». В ней уже нет необходимости, потому что в результате замены гласной буквы «чи» и «джи» оказываются перед «е» и уже читаются нужным образом. Коминчаре начинать. Коминчиро, коминчирая, коминчирая, коминчирэмо, коминчирэте, коминчиранно. Манджаре – манжиро, манжирая, манжирая, манжирэмо, манжирэте, манжиранно. Многие глаголы, которые мы привыкли считать неправильными, в футуру сэмпличи изменяются по общим правилам. Например, «старе». Старо, старай, стара, старэмо, старэте, старанно. Дары, диры, фары по такому же принципу образуют формы футуросемпличи. Даро, дарай, дара, дарэму, дарэте, даранно, хиро, дирай, дирай, дирэму, дирэте, хиранно, фары, фаро, фара и так далее. У фары немного странный такой глагол. У него получается только буква F. Обычно она находится в корне. Но в данном случае основа такая чуть подлиннее, и в общем к этой основе фар мы просто будем добавлять в кончание. То есть все просто и все правильно. Но некоторые глаголы теряют гласную. Например, андаро теряет а. Андро, дарай, дра, дремо, дарэте, даранно. А глаголы аверы, доверы, ведеры, потеры, вивры, саперы, кадеры теряют э. Авро, довро, ведро, потро, вивро, сапро, кадро. Но остальные формы, я думаю, ты сможешь восстановить. Окончание-то везде будет одинаково. А в глаголе беры удваивается согласная эры. Такая его особенность. И получаем формы даро, дарай, дарра и так далее. Есть глаголы, которые образуют формы простого будущего времени от усеченных основ. Но при этом используют удвоенную эры. Тенеры держать. Теро, террай, терра, террэмо, террэте, терранно. Такие интересные его формы. Риманеры оставаться. Римарро, римарай, римарра, римарремо, римаррэте, римарранно. Аналогично ведут себя глаголы виниры и волеры. И при этом их формы будущего времени отличаются только одной буквой. Вот надо их не перепутать. Виниры веро, верай, вера, веррэмо, веррэте, терранно. А волеры вурро, вуррай, вурра, вуррэмо, вуррэте, вурранно. Ну и, как всегда, самый капризный и своенравный глагол эсеры. Вот его формы. Саро, сарай, сара, сарэму, сарэте, саранно. Что касается возвратных глаголов, то они изменяются по общим правилам. Возвратная частичка остается в положенном месте. Например, звильярси. Я проснусь или я буду просыпаться. Вот об образовании, пожалуй, все. Об образовании форм футуросемплича. Ну а теперь об использовании. Простое будущее время, конечно, прежде всего используется для выражения будущих событий, событий будущего. Приведем сразу пример. Тутто андрабрэне. Очень часто мы можем такую фразу слышать от итальянцев. Она обозначает «все будет хорошо», но буквальный перевод «все пойдет хорошо». Андра – форма глагола. Завтра мы будем работать много. Мы будем много работать. Вот здесь «лаврэрэмо» на русский мы, скорее всего, двумя словами переведем. Будем работать. Составное будет такое сказуемое у нас, глагольное. А в итальянском варианте у нас только одно слово. Форма глагола «лаврэрэ». Сегодня вечером я буду смотреть телевизор дома. Ты приготовишь или ты будешь готовить в субботу спагетти. Возможно, оба варианта перевода, в зависимости от ситуации. Смысл немножко меняется, да? А по-итальянски это всегда «препарай». Когда вы вернетесь из Италии? Кто захочет сделать это? Ворра – это форма глагола «волере», а фарло – это «фаре» и, несмотря на «ло». Верра и анки ту? Ты тоже придешь или придешь и ты? Верра – это форма глагола «вениры». Но иногда форма простого будущего времени, футуру сэмпличи, используется для выражения предположения. Причем в настоящем. Например, Елена, наверное, в офисе, дома ее нет. Мы могли бы сказать «Элена форсе э инуфичу». Могли бы так сказать, это было бы правильно. Но, возможно, вот такой вариант с использованием формы «сара». Мы чувствуем, что это форма будущего времени. Но, конечно, она нам здесь не говорит ни о каком будущем времени. Просто мы высказываем предположения таким образом. Ну и на стабельный «сара» станку. Он плохо себя чувствует. Видимо, он устал. Можем сказать «пробабельменте», «станку». Да, можем. Используя обычные презенты «э». Но можем использовать форму будущего времени. Сара. Обычный вопрос, который час. Если мы хотим на него ответить приблизительно, примерно, то можем тоже использовать форму простого будущего времени. Саран, ноль дичи, ноль дичи и медзи. Примерно 10 или половина одиннадцатого. В обычной ситуации мы используем форму «сона», да, презенты. Сон, ноль дичи. А здесь мы используем форму будущего времени. Конечно, опять же, речь не о том, что это мы о будущем говорим, а просто мы высказываем предположение. Вот такая есть функция еще у футуро-семплича. Выражение предположения в настоящем времени. В следующем уроке мы рассмотрим образование и использование форм футуру-антериоры. Сложного будущего или предбудущего времени. А сегодня наш урок заканчивается. Если он тебе полезен, ставь, пожалуйста, лайк. Я буду очень рада. Подписывайся на мой канал. Делись моими видео в соцсетях. А престо. Чао. Продолжение следует... Продолжение следует...